Что за безобразие? Так москвичи отреагировали на наклейки с флагом Армении, которые появились на их автомобилях. На стеклах припаркованных машин группа армян расклеила надписи с призывом оказать помощь так называемой НКР. Неординарный спам вызвал недовольство автовладельцев. Почему Россия должна помогать оккупантам и при чем тут их автомобили? Задаются вопросом пострадавшие. Действия армянской диаспоры поражают своей беспардонностью, отмечает доктор политических наук Татьяна Полоскова. По ее словам, некие частные лица из Армении обзванивают российских военных отставников и предлагают им примкнуть к карабахским сепаратистам. Один такой звонок был при мне, я сидела с коллегой, вот, женщина военная, и звонили. И предлагали немыслимые деньги, 600-800 тысяч рублей в месяц, если она поедет в Карабах. Она отказалась. Эта война, извините, не наша. Давайте начнем с этого. Татьяна Полоскова добавила, Карабах защищать нужно только от армянских захватчиков. Это международно признанные территории Азербайджана. Армяне на протяжении нескольких лет требовали закрытия российской военной базы в Гюмри. А сейчас они просят военной помощи от России в вооруженном конфликте. Россия должна оказывать помощь Армении в случае нападения на ее территорию. На нее никто не напал. Это Армения напала. Сначала оккупировала, потом напала. Ну, господа, ну сколько можно уже? Мне регулярно поступают угрозы в личку. Просто я об этом ничего не говорю. Но я думаю, таких, как я, уже много. Огромный резонанс в России вызвало и убийство в Волгограде. Группа армян до смерти избила отца 12-летней школьницы, которой один воспитывал дочь. Причина банальна. Россиянин в соцсети в вежливой форме выразил несогласие с мнением армянки. Последняя пожаловалась на это своему брату. 30-летний Арсен Милканян задержан сотрудниками полиции. В содеянном он сознался. Шамистам Амедов, CBC. Продолжение следует.